— Приветствую всех участников нашей конференции. Я вот хотел познакомить вас. Здесь много в зале журналистов, и не знаю, осваивал ли кто-нибудь жанр журналистского расследования. Вот начало тому, что вы видите на экране, было расследование депутатское. Мы тоже иногда пытаемся в чём-то разобраться, и всегда началом, триггером этого процесса являются письма, которые мы получаем от граждан. Вот я ещё год назад не интересовался проблемами суррогатного материнства, слышал о нём понаслышке, так, думаю, отношение к нему такое же у большинства наших граждан. Это нечто отдалённое и малоинтересующее, ну, какая-то область медицины. Для большинства, к счастью, большинство наших женщин это как бы не требуется. Это процедура, это технология, она является такой привнещённой и новой. Но, если вы обратите внимание, на докладе, там в правом, в левом верхнем углу, такие символы беременной женщины, а написаны такие слова, которые не вяжутся с этим символом, угрозы, факторы угрозы национальной безопасности страны. Каким образом беременность и угрозы безопасности страны можно соединить в одном докладе? Но мы смотрим ниже, мы видим руководителя финмониторинга Юрия Анатольевича Чиханчихина, который докладывает президенту. Что же он говорит, интересно, это ведомство занимается отслеживанием потоков финансовых, да, и он говорит, что они вместе с Федеральной службой безопасности, вместе с МВД, со Следственным комитетом, они подтверждают, что происходит, торговля людьми. Вот нас привлекли к этой проблеме наши избиратели, наши граждане, и мы попытались разобраться с группой единомышленников. Вот видите, с правой стороны у нас символы доллар, евро, еще не хватает здесь рупии и юаня, наверное, но это символы того, что международный заказ уже давно сформировался, сформирован и воздействует на нашу страну. Вот как он воздействует? Ну, конечно, такие вещи, как коррупция, мошенничество, налоговые преступления, отсутствие статистики, формирование института инкубината – это все вещи, которые можно в них вчитываться и не соглашаться, говорить, что да, это зло, но оно не рождает каких-то, знаете, эмоций в человеке. А у нас произошло именно это. Когда мы узнали, что торговля детьми, и причем отсутствие генетической связи ребенка с заказчиком – это знакомо кому-то что-то такое? Это значит, ребенок куплен, не имея никакого биологического отношения к заказчику. Что это такое? Отсутствуют правовые механизмы, контроль за условиями содержания и обеспечения безопасности ребенка. Мы ничего о них не знаем, о этих детях, которые уплыли за рубеж. Вот это уже интересно, да? Это уже рождает какой-то ужас в душе, да? А сколько этих детей было продано? А давайте представим себе, что думают сами дети, когда они появлялись на свет, видимо, мечтая о том, что у них будет семья, папа, мама, и они будут семьей. Это его право, закрепленное, кстати, в международных конвенциях. Но он родился на свет, его никто не спрашивал, его куда-то какому-то курьеру передали и вывезли из страны. Смотрим дальше. Какая опасность для страны? А вот вы представляете, в каком количестве из нашего государства в какие-то неназванные, непонятные центры, лаборатории переходит биоматериал, связанный с нашим генофондом? Как он анализируется? Кто с ним работает? Какие, с точки зрения современных достижений науки, будут спроектированы оружия для воздействия на нашу страну? Возникают вопросы. Поэтому вопрос о принятии закона о биоэтике, о котором сказал Петр Олегович. Кстати, он возглавляет группу при Комитете по безопасности и противодействию коррупции, который занимается вопросом суррогатного материнства. при Комитете по безопасности и противодействию коррупции. Поручение председателя Государственной Думы. Для иностранцев. Значит, я поясню, чтобы у нас сформировалась некая среда, которая оппонирует нам. Я чуть-чуть дальше поясню, что для граждан нашего государства, которые хотят воспользоваться этой технологией, никакой опасности нет. Мы как раз, законопроект защищает их интересы и права. Так что закон о биоэтике нам крайне необходим. Без него мы не сможем остановить все эти развившиеся в последнее время, а этой технологии 20 лет, процессы. Причина развития рынка суррогатного материнства в черной и серой зоне – это индустрия, это конвейер, это роторный экскаватор. То есть, представьте себе, нечто отлаженное, работающее ритмично, смазывается этот механизм очень большими деньгами, рынок стремительно растет. И объектом, то есть, товаром в этом конвейере являются дети. Дети, рожденные от наших граждан, гражданок и уплывающие от нас в какую-то черную-серую зону за рубеж. Какая это область, я вам чуть-чуть попозже расскажу. Вот мы видим страну, которая находится в логистической приближенности к различным центрам, которые являются заказчиками. Именно эти страны приобретают детей. Но что объединяет эти страны? Посмотрите внимательно. Германия, Австрия, Норвегия, Португалия, Франция – это фешенебельные страны, азиатские гиганты, Китай, Индия. Что их объединяет, эти страны? Они закрыли свой рынок для суррогатного материнства. И даже маленькая Камбоджа вышла из той области, которая поддерживает и лояльно относится к этому явлению. Как реагирует наше государство на эту проблему? Вот у меня на предыдущем слайде был символ трех обезьянок. Он всем известен. Одна закрыла уши, другая – рот, третья – глаза. Вот мы задавали вопросы различным ведомствам, различным вовлеченным, которые должны бы вроде по их компетенции, по их работе должны были видеть эту проблему. Но их можно разделить приблизительно на две категории. Первая – это силовики. Это Следственный комитет, МВД. И здесь ФСБ не отвечает на запросы, поэтому они трудятся, но где-то в той области, которую нам не удается как-то отследить. Силовики регулярно возбуждают уголовные дела по торговле детьми, по коррумпированию государственного аппарата. Постоянно кто-то убегает, ловятся частные клиники, которые нарушают закон. И вторая группа ведомств – это МИД, выражает озабоченность проблемой. Минтруд – дети не относятся к их компетенции. Отсутствие полномочий, правовых инструментов, Роспотребнадзор. Минздрав предлагает межведомственное регулирование включить, пригласить всех обсудить этот вопрос. Вместе с тем каждый день этот конвейер выносит из страны детей. То есть, все говорят, что да, нам нужен закон, нам нужно нормативную базу совершенствовать. Давайте ее совершенствовать. Как выглядит рынок суррогатного материнства с точки зрения… Его многие называют инструментом демографической политики нашей страны. Вот давайте представим, значит, из всех рожденных детей в России, всего дети, которые родились с применением вот этих вспомогательных, репродуктивных технологий, ВРТ – это термин сравнительно молодой, это всего 1,7, здесь 2% написано, это на 0,7%. А дети, рожденные от суррогатных матерей, 0,03 – 450 детей родилось в год приблизительно. Но именно их наличием обосновывается присутствие вот этого огромного заморского паразита, который сюда запускает эти миллиарды, я не знаю, в какой валюте, потому что все это проходит мимо юрисдикции нашей. Это все какие-то счета, находящиеся в Китае, за рубежом, там центр Будапешт образовался, в Китае, в Восточной Европе, Индия, Филиппины. 450 детей – это сравнительно небольшой фрагмент, как вы поняли. И государственная статистика отсутствует, реестра нет, реестра рожденных детей – нет. И что объединяет всю эту красоту? В том, что страны, которые сохраняют у себя технологию суррогатного материнства, они относятся к странам третьего мира. И даже маленькая Камбоджа решила выйти из этой группы стран и присоединилась к странам, которые запретили себе. Огромная реклама идет. Агрессивная реклама заполонила все социальные сети. Недавно был в Самаре, значит, вся Самара была заклеена плакатами «Москвички покупают детей». Рожайте суррогатных детей для москвичей. Вы представляете, как разделяют регионы, значит, пытаясь в том числе сказать, что москвичи, значит, здесь впереди планеты всей, они именно скупают этих суррогатных детей. Причем организации, которые этим занимаются, отчитываются нулевыми балансами или крайне такими. То есть, они ничего не зарабатывают. Говорят, что это альтруистическая область. Мы за то, что репродуктивное здоровье, мы хотим подарить радость материнства этой женщине. Вот страшный слайд следующий. Нам говорят социальный портрет заказчика услуг суррогатного материнства. Если нам все время говорят о семейных парах, страдающих бесплодием, одиноких женщинах, страдающих бесплодием, и мы с этим соглашаемся, мы отстаиваем их права, но нам никто не говорит о состоятельных женщинах и мужчинах одиноких, которые могут купить в любом количестве детей. У них есть такая возможность с тем, что яхты, что пароходы, что дети, что они с ними будут делать, мы не знаем. Но они имеют такую возможность. Мы назвали, объединили последние три цветных слайда дном, потому что комментировать это невозможно. Это и лица с нетрадиционной ориентацией, гомосексуальные двойки, педофилы, и, к сожалению, это организаторы-посредники рынка черной трансплантологии. Вы представьте себе, куда едут дети. У нас нет никакой статистики, мы ничего не знаем. Ужас охватывает людей, которые начинают заниматься такими расследованиями. Кстати, граждане, как я говорил, никак не относятся к суррогатному материнству. Они мало о нем чего знают, эта проблема их вообще не интересует. Вот этот слайд свидетельствует. Дальше. Вот Петр Олегович поднял тему о том, что нам нужны... Нам на все наши законопроекты нужны средства. Но вот выясняется, что тут фигурирует и мошенничество с полисом ОМС. Одна женщина получает поддержкой по беременности 305 тысяч рублей за 9 месяцев. В одной частной клинике таких женщин может обслуживаться 300 человек. У нас клиник таких 700, это миллиарды рублей. Которые мы потратили на поддержку, значит, того, чтобы этих детей кому-то продали. Это наши государственные средства. Давайте наши копеечки государственные собирать, чтобы они их не разбазаривали. И, возможно, нам хватит денег на то, что мы придумали в плане поддержки реальных семей наших, отечественных, российских. Понятно, что есть совокупные нематериальные потери. Для всех они ясны. Я не буду их перечислять. Но я же все же один тезис произнесу. У нас есть уважаемые эксперты, которые периодически нам говорят, обосновывают необходимость суррогатного материнства. И они говорят о том, что это защита интересов бизнеса, внимание, единства экономического пространства. Что они еще говорят? Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Вот это они говорят. И медицинская помощь иностранным гражданам. Да. То есть, ребенок – это товар, а женщина – это кто у нас? В качестве услуга, да? Или как, так сказать? Вот. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы, вот в этом зале присутствуют некоторые наши эксперты, которых мы периодически приглашаем поучаствовать в обсуждении. Они все, у них есть научные степени. Но самое главное, что их объединяет. Они абсолютно не аффилированы с этим рынком. Они не получают денег от развития этой технологии. В том числе и ваш покорный слуга. Я не получаю с этого денег. Но зато все наши оппоненты, посмотрите, владелец частной клиники Елена Андреевна Калинина. Она владелец клиники. Она эксперт. Там встречаются люди, которые представляют интересы в судах. Их консультируют. Значит, есть такое НКО, которое социальную поддержку такую. Оно общественную поддержку дает этим клиникам. Спонсируется эта общественная организация частными клиниками. Так кто же аффилирован? Но они говорят, что нам эта технология крайне важна. Нам нужно сохранить ее возможность. Следующий слайд. Взятки, смерть, торговля людьми, торговля детьми. Это все уголовные дела Следственного комитета, которые сейчас в процессе производства. Ну и последний слайд. Это мы говорим о том, что запретить услуги сурвогатного материнства на территории России. Сохранив эту возможность для наших граждан, которые по медицинским показателям, которые совершенно прозрачно. Может, мы их поддержим и по линии ОМС. Будут эту услугу, она будет для них доступна. Следующий запрет рекламы. Мы видели, что реклама свидетельствует об огромном количестве денег. И запрет коммерческого сурвогатного материнства. Россия должна выйти из числа стран, поддерживающих это позорное явление. Спасибо. Спасибо. Спасибо.